Я вас еще раз приветствую на нашем еженедельном обзоре финансового рынка. Мы сегодня, как всегда, составим торговые планы на предстоящую неделю по валютным парам, CFD контрактам и по золоту. Вот, и у Владимира уже все наладилось. Отлично. Итак, давайте перейдем на мой экран и начнем составлять торговые планы. Итак, валютная пара евро-доллар. Здесь на самом деле у нас, если мы посмотрим на дневной график, то у нас такая двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, у нас в пятницу был пин-бар, и мы видим, что у нас был пробит предыдущий минимум. Да, в принципе, здесь хорошо был пробит этот минимум, поэтому есть такой вариант, что нам можно рассмотреть покупки. Мы их тоже будем с вами рассматривать, но, опять-таки, мы также будем рассматривать и продажи. Почему мы можем рассматривать продажи? Мы сейчас посмотрим на H4. На H4, как мы видим, у нас образовался пин-бар с пробитием максимума, то есть вот у нас есть уровень. С пробитием максимума отличный пин-бар на H4, который, в принципе, очень-очень хорошо видно. Поэтому, конечно же, можем рассмотреть в том числе и продажи. Ну и сделка моя все-таки закрылась, потому что я заметил, что мы не сильно хотим идти вниз, и понял, что здесь мы все-таки остановимся, будет какой-то флэт, и просто мне надоело держать сделку. Уже, думаю, третью неделю держать ее не стоит, поэтому просто она у меня закрылась по стоп-лоссу, который я перенес. Ну, я очень близко к цене его перенес, и она уже закрылась вот с прибылью, в принципе. Ну, тоже неплохо. Не сказать, что много, 180 пунктов, хотелось больше заработать с этой сделки, но, к сожалению, больше не получилось, потому что здесь мы уже, как видите, находимся во флэте. Итак, что у нас сейчас есть за разметка? Восходящая конструкция завершилась, мы это с вами прекрасно видим, и у нас получается, что верх, возможно, это волна А. То есть мы рассмотрим два варианта, и то, что это волна А, и то, что это волна Б. Почему я могу предположить, что это верх волна А? Давайте перейдем на следующий график, где у нас круглые уровни, и мы видим, что правило круглых уровней здесь, в принципе, соблюдено. То есть мы подошли к круглому второстепенному уровню 1.13.20, и после этого мы спустились в коррекцию к уровню 1.13.0, ровно. Это круглый важный уровень. Вы помните, что наше правило торговли по круглым уровням гласит о том, что мы должны подойти сначала к второстепенному, потом спуститься к важному уровню, и после этого мы можем покупать выше второстепенного. То есть здесь простая отработка круглых уровней, то есть здесь как бы совершенно ничего сложного нет, поэтому, конечно же, выше 1.13.20 можно купить, а почему бы и нет, если это позволяет сделать график, тем более, если мы построим наклонный канал по нашему нисходящему движению, то, конечно же, он был пробит. Вот наклонный канал, да, мы видим, что он был пробит. Это вверх у нас получается волна А, вниз коррекция волна В, и вверх, соответственно, может быть волна С. Следовательно, выше 1.13.20 мы можем рассматривать покупки, нам, в принципе, здесь ничего не мешает это сделать, тем более, что круглые уровни нам подтверждают такую покупку. Давайте рассмотрим возможные продажи. Вот для продаж, как вариант спуститься вниз к уровню 1.12.80, после этого получить, вот, кстати, может быть мы сейчас и спустимся, после этого получить коррекцию волну В в диапазон 1.13. Диапазон, то есть я не говорю конкретное число, это диапазон, то есть нужно увидеть волну импульса, волну коррекцию, после этого волна импульса, и ниже 1.12.80 мы рассматриваем продажу. Но если мы рассматриваем такую продажу, то мы не забываем про ловушку для профи, то есть наш предыдущий минимум, ну, видите, у нас здесь было небольшое пробитие 1.12.50, но опять-таки, если мы отрабатываем круглые уровни, то мы прекрасно знаем, что желательно на круглых промежуточных уровнях переводить сделку в безубыток. И вот как раз, в принципе, у нас отличный уровень, он же круглый промежуточный уровень 1.12.50, и, следовательно, здесь необходимо будет перевести сделку в безубыток, можно зафиксировать 1.12.00 прибыли, в принципе, здесь у нас 30 пунктов получается, поэтому тоже как вариант. Стоп-лосс, я думаю, что или 1.13.20, если мы рассматриваем продажу, или 1.13.50, вот я бы, наверное, даже больше ориентировался на 1.13.50, потому что здесь у нас все-таки уже какой-то образовался сильный уровень, и как-то более надежно получается. И давайте определимся с целями. В принципе, цели мы ставили, кстати, на прошлой неделе, мы не дошли до нашей цели. 1.12.22, немного здесь цена не дошла, то есть совсем чуть-чуть, 10 пунктов, но мы не дошли. Поэтому, как вариант, вот как раз использовать цель 1.12.22, что это за цель, я вам, в принципе, уже показывал на H4 или на D1, да, мы это видели, на дневке, на дневке мы это с вами видели. Вот она, эта цель, даже, наверное, можно немного спуститься ниже. Вот отличный уровень. 1.12.15, это наша цель для продажи. Цель именно построена на уровне поддержки по дневному графику. Так, покупки и продажи мы с вами, в принципе, рассмотрели. Валютная пара фунт-доллар. На прошлой неделе мы с вами ставили отложенный ордер на продажу, правильно? Ниже 1.29.19 или 1.29.20. Ну, в общем говоря, на пробитии минимума. То есть мы искали формирование нисходящей конструкции. То есть мы предположили, что это движение какой-то вниз. Это волна А, потом В, А, С, Б, С, С. И здесь мы с вами поставили отложенный ордер на продажу, помните? Не помню, он сработал во время вебинара или после вебинара. Ну, он у нас сработал, в принципе, первая цель была взята. Потом, к сожалению, эта коррекция была очень большая. Вот, поэтому у меня безубыток вынесло по второй цели. То есть получается, что только один тейк профит я заработал, а второй, к сожалению, был по безубытку. То есть я на второй сделке ничего не смог заработать. Вот такая вот досада. Ну, ничего страшного, в принципе. Первая цель тоже была взята, и это хорошо. И давайте рассмотрим, что нам сейчас делать, как нам торговать эту валютную пару. Здесь, кстати, мы тоже, кажется... Да, мы здесь, видите, тоже в диапазоне круглого важного уровня 1.29 ровно. Что нам дает право, в принципе, отработать круглые уровни? Просто круглые уровни. Мы видим, что все правила круглых уровней здесь прекрасно соблюдены. Мы подошли к уровню 1.29.20. Это круглый второстепенный уровень. Вот, как вы видите, мы к нему подошли. Все было как надо. А после этого мы скорректировались в диапазон 1.29. Опять-таки, все как надо, все как мы любим, да? И, соответственно, выше 1.29.20 мы можем рассматривать покупку, отработка круглых уровней. Но, если мы рассматриваем такую покупку, стоп-лосс. Опять-таки, видите, если мы поставим стоп-лосс за второстепенным 1.28.80, то здесь не такой сильный уровень. А вот если поставить за 1.28.50, то, видите, здесь у нас такой получается неплохой уровень. И поэтому, наверное, стоп-лосс лучше поставить за 1.28.50. Первая цель 1.29.50. Мы видим, что у нас здесь хороший уровень. Опять-таки, цена очень хорошо отбилась. Здесь было новостное движение. И мы вот пробили 1.29.50 и тут же пошли обратно. Поэтому это первая цель. И давайте дальше определяться с целями для покупки. Ну и вот отличная, в принципе, следующая цель как вариант. Здесь видите, у нас отличный уровень. 1.29.80, я думаю, что его стоит брать. Почему не планирую какие-то длительные покупки? Потому что все-таки скоро Brexit. Мы прекрасно знаем, как проголосовали уже люди, в принципе. И поэтому понятно, что из ЕС будут выходить. И, соответственно, это, скорее всего, приведет к понижению валюты. Поэтому длительные покупки я здесь не рассматриваю. Каких-то больших таких целей ставить здесь совершенно мне как-то не хочется. И что нам надо для того, чтобы продавать? Потому что все-таки, если мы посмотрим вот так, то мы видим, что тренд у нас какой? Ну, явно нисходящий, согласитесь. То есть, ну, какой он здесь? Ну, уже вниз идет, правильно? То есть, возможно, это коррекция. Это просто коррекция. Если это коррекция, то мы предполагаем, что это движение вниз, это А. Соответственно, все это движение вверх, это В. И мы хотим получить нисходящую конструкцию. А как мы ее получаем? Опять-таки, отрабатывая круглые уровни. То есть, вниз мы спускаемся в диапазон 1.2880 круглого второстепенного уровня. После этого мы корректируемся в диапазон круглого важного уровня 1.29 ровно. И, соответственно, продаем ниже 1.2980 на формирование нисходящей конструкции. А точнее, продаем ниже минимума, который будет. Но в любом случае ниже 1.2880. Почему я обратил ваше внимание, что ниже минимума? Потому что, ну, например, у нас такая коррекция. То есть, первый импульс, волна А вот такая. Соответственно, лучше тогда рассматривать продажи не здесь. То есть, не ниже 1.2880, а ниже минимума, который будет. Вот мы это и с вами используем. То есть, продажи на формирование нисходящей конструкции. Если мы рассматриваем такую продажу, то стоп за 1.2950, в принципе, отличный уровень. Почему бы и нет? За 1.2920 это более короткий стоп, который также можно рассмотреть. Но, опять-таки, мы видим, что уровень 1.2850 оказал сопротивление. Здесь оказывал сопротивление продавцам. Здесь тоже оказывал сопротивление продавцам. В принципе, и здесь оказывал сопротивление продавцам. Поэтому сильный уровень. И стоит перевести сделку без убыток. Также можно зафиксировать 1.2 прибыли. А цель держим. Это наш минимум, который у нас, в принципе, есть. 1.2780. Но здесь очень важно отработать правильно круглые уровни. Мы прекрасно знаем, что с большей вероятностью, если мы пробиваем диапазон круглого важного уровня, а диапазон это как раз второстепенные уровни, следовательно, получается, если мы пробиваем уровень 1.2780, то, соответственно, с большей вероятностью мы можем пойти вниз. Соответственно, если мы поставим, например, 100+, притык, то получается, что за счет размера спрейда, то нам нужно будет пробить наш уровень. А что произойдет с большей вероятностью? Мы просто чуть-чуть не дойдем, если не будет силы у продавцов. И, соответственно, после этого пойдем вверх. Получится, что наш тейк-профит, который мы с вами установили, он просто не сработает. Поэтому тейк-профит ставим чуть-чуть выше уровня 1.2780. То есть, чтобы мы закрылись внутри диапазона 1.28. Доллар канадец. Здесь у нас была с вами покупка. Вы помните, что мне в этой покупке не нравилось больше всего именно то, что у нас короткая волна B. Но при этом мы с вами все равно поставили ордер на покупку. И вы помните, что 100+, я поставил под минимум. Ну, потому что торговая система, по которой я работаю, умная торговля, она как раз об этом и говорит, что необходимый 100+, ставит за волну A. Правило есть правило. Ну, кстати, если бы мы поставили 100+, здесь, то, конечно же, здесь бы мы его получили с вами. Я думаю, что ничего хорошего в этом бы не было, если бы мы получили 100+. Итак, что у нас сейчас есть? И что у нас было на прошлой неделе? На прошлой неделе мы просто взяли нашу первую цель. Вы помните, что первая цель была 1.3328. Ловушка для профи, то, что мы с вами всегда отрабатываем. Дальше мы, к сожалению, не пошли. То есть, мы здесь сработали в покупку. Открылся ордер. После этого цена пошла против нас. До 100+, было как до Китая. Ну, в принципе, как до Китая. Вот я, наверное, неправильно сказал, потому что я знаю, что адвокат сегодня здесь, поэтому ему до Китая, в принципе, там вроде близко. Ну, как до Китая от меня. И, соответственно, наш 100+, не сработал. То есть, вполне нормальное явление. И, соответственно, первая цель была взята, после чего, к сожалению, был без убыток по второй части. Ну, ничего страшного, такое тоже бывает. Итак, что нам надо для того, чтобы покупать валютную пару? Давайте разберем сначала покупки. Для покупок мы должны завершить нисходящую конструкцию уровня М30, эту коричневую конструкцию. После этого получить волну коррекции, волну Б. И после этого покупка на пробитие предыдущего максимума, то есть, на формирование восходящей конструкции. Что это будет за покупка? В таком случае мы предполагаем, что все это движение вверх. Это волна А, вниз коррекция волна Б. И вверх волна АС, БС. И, соответственно, волна СС мы с вами рассматриваем покупку. Если мы рассматриваем такую покупку, то обязательно на уровне 1.3328, то же самое, что было на прошлой неделе, мы с вами переводим сделку без убыток и фиксируем 1.2 прибыли. Это обязательное условие. А для определения профита мы натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. И, соответственно, наша цель уровень 138.2 по Фибоначчи 1.3440. Это наша цель для покупки. И что нам надо для того, чтобы продавать валютную пару? Вот с продажами здесь очень интересная ситуация. Почему? Потому что мы уже находимся в нисходящей конструкции уровня М30. Если мы натянем фибосетку на волну А этой нисходящей конструкции, то мы увидим, что цена уже прошла очень большое расстояние. А если быть более точным, то даже больше, чем 161.8 по Фибоначчи. Согласитесь, это очень много. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, эта конструкция уже выдохлась. Поэтому для того, чтобы продавать валютную пару, нам необходимо получить восходящую трехволновую конструкцию и обязательно завершить эту нисходящую конструкцию, то есть получить повышение волнового уровня. Получаем это повышение волнового уровня. После этого строим наклонный канал по данной конструкции. То есть получается, что продажа является переворотом покупки. Получаем эту трехволновую конструкцию. И только на завершении этой трехволновой конструкции мы рассматриваем продажу. Волна А, пробили наклонный канал, завершили восходящее движение. После этого коррекция волна В и, соответственно, вниз волна С. Что это будет за продажа? Продажа на откате В. В таком случае мы предполагаем, что эта трехволновка это волна А. Соответственно, вверх трехволновка это волна В. И вниз АС, ВС, ЦС мы рассматриваем продажу. На минимуме, который у нас будет на вершине нисходящей волны А, мы обязательно переводим сделку без убыток, фиксируем одну вторую прибыли. А для определения профита натягиваем фибосетку на ту волну А, которая будет. Я не знаю, какая она будет, может быть мы еще ниже пойдем. Если не пойдем, то это будет где-то так, может быть вот такая будет волна А. То есть натягиваем фибосетку именно на ту волну А, которая будет. И, соответственно, уровень 138,2 берем в профит, точка входа на откате В. То есть получается, что продажа является переворотом. Почему продажа является переворотом? Потому что от конструкции уровня М30 уже взяли максимум возможного. То есть даже не уровень 138,2 и даже не 161,8, а мы уже находимся около уровня 200. Соответственно, если мы сейчас здесь продадим, то, скорее всего, будет коррекция. Потому что, в принципе, если вы возьмете, соберете статистику, то вы увидите, что уровень 200 является очень сильным уровнем для сильных импульсных движений. Соответственно, отсюда может цена, скорее всего, откатиться. Вот как раз этот откат, наверное, и будет вот этой вот восходящей конструкцией. И если продолжится нисходящее движение, то мы просто перевернемся и, соответственно, продадим. Вот, в принципе, даже и круглые уровни нам об этом говорят, что мы можем спуститься к уровню 1,32. У нас здесь и уровень неплохой, и, в принципе, все шансы этому есть. По круглым уровням здесь, в принципе, ничего интересного на самом деле и нет. Ну, вот можно продажи. Как вариант, можно рассмотреть продажи. Спускаемся вниз в диапазон 1,31,80. После этого корректируемся в диапазон круглого важного уровня 1,32 ровно. Соответственно, что это происходит, кто мне напишет, что здесь произойдет. Такое приятное для того, чтобы продать. Здесь произойдет ретест. Ретест нашего уровня. Вот, видите, у нас есть отличный уровень. Вот он. То есть мы шли вниз, после этого пошли в коррекцию. Соответственно, если мы пробьем уровень, после этого мы сделаем ретест этого уровня. И после этого мы спокойно продадим ниже 1,31,80. Впрочем, отличная продажа. Это даже своего рода получится отработка горизонтального канала. Потому что здесь у нас образовался горизонтальный канал. Это нижняя граница и вот у нас верхняя граница. Австралийский доллар против американского доллара. Никак я его не отрабатывал, потому что просто здесь конструкция мне именно по этому торговому плану не дала такую возможность. Почему? Потому что нужно было пробить наклонный канал, после этого получить коррекцию, после этого получить импульс. Здесь мы не пробили наклонный канал. Была коррекция, после этого был импульс. Поэтому продажи здесь, вот по этому торговому плану у меня не было. После этого мы дошли до ловушки. Соответственно, здесь уже какие могут быть продажи? Уже никакие. После этого пошла восходящая конструкция. А покупки мы рассматривали только на завершение всей нисходящей конструкции. Но вот мы до сих пор ее не завершили, потому что, видите, мы бьемся о наклонный канал. Но пока его даже пробить нам не удается. Но при этом мы знаем, что мы находимся в восходящей конструкции. Что нам дает право рассмотреть покупки. Потому что, если посмотреть, то какими-то тенями мы уже вот здесь чуть-чуть пробили все-таки наклонный канал. Поэтому, как вариант, получаем нисходящую трехволновую конструкцию. Вообще, на самом деле, австралийский доллар, он часто дает такие неудобные торговые планы. Потому что его движение, движение этой валюты, оно неудобное. Оно неудобное для разметки. Почему оно неудобное для разметки? Вот мы видим, в принципе, даже сейчас у нас наклонный канал такой довольно горизонтальный. Что неудобно для того, чтобы рассматривать продажи. Но при этом мы все равно продажи будем рассматривать на завершении конструкции. Я думаю, что иначе нельзя. Для покупок получаем нисходящую трехволновую конструкцию. После этого строим наклонный канал по данной нисходящей конструкции. И, соответственно, на завершение этого нисходящего движения мы с вами покупаем на формировании восходящей конструкции. Вверх волной А пробили наклонный канал, завершили нисходящую конструкцию. После этого получили коррекцию волну В. И после этого рассматриваем покупки. Точка входа на откате В. Если мы рассматриваем такую точку входа, то если вот у нас будет это максимумом уровень 0.7158, то здесь мы переводим сделку без убыток и фиксируем 1.2 прибыли. Если нет, то там где будет максимум. Я не знаю где будет максимум после того, как образуется нисходящая трехволновая конструкция. И для определения профита можно использовать просто уровни. Давайте мы сейчас чуть-чуть уменьшим. Первая цель мы с вами определились. Вот в принципе отличная цель 0.7224. Можно держать профитом для покупок. И что нам надо для того, чтобы продавать? Мы видим, что мы находимся в восходящей конструкции. И это факт. Мы находимся сейчас в восходящей конструкции уровня H2. Наклонный канал не пробит. Если построить пиво 2, то он будет тоже не пробит. И поэтому тут все-таки все говорит о том, что мы находимся в восходящей конструкции. А в четверг рассматривая покупки по круглым уровням, пишет мне Андрей. Ну в четверг я рассматривал покупки на другом графике. И да, значит мы отрабатывали круглые уровни. Я не помню, что мы рассматривали. Я просто составляю торговый план по тому графику, который есть, который вижу. И его просто отрабатываю. И если график поменяется, то я могу уже думать совершенно в другую сторону, в другом направлении. Потому что рынок живой, и мы должны его с вами торговать. Итак, что нам надо для того, чтобы продавать валютную пару? Для продажи нам необходимо завершить всю конструкцию. Вниз пробили наклонный канал. Вверх получили волну коррекции. И после этого мы продаем на пробитие предыдущего минимума. Такая продажа не очень красиво выглядит. По той причине, что у нас наклонный канал довольно горизонтальный. И соответственно до ловушки нам совсем-совсем-совсем близко. Ну прям совсем близко. Давайте мы ее с вами отрисуем. Уровень 0.7056. Здесь мы должны перевести сделку без убыток. И можно зафиксировать одну-вторую прибыли. К сожалению, такая разметка. И соответственно для определения профита мы натягиваем фибу на предполагаемую волну А. И наша цель уровень 138.2 по фибоначчи 0.6961. Это наша цель для продажи. Новозеландский доллар против американского доллара. Здесь у нас... Кстати, вы помните, что мы обратили внимание на очень сильное расхождение, которое у нас было на индикаторе о весом осцилляторе. Поэтому я сказал, что несмотря на такое сильное нисходящее движение, продажи мне здесь не нравятся. То есть, ну, в принципе, об этом очень сильно нам сигнализировал индикатор о весом осциллятор. И мы не ошиблись, что мы воспользовались его сигналами. Как бы совсем не ошиблись. Вот у нас был на H4 сильная была дивергенция. И на меньшем таймфрейме у нас, кажется, там расхождение даже формировалось. Я уже... Ну, вот, в принципе, да. Мы посмотрим на H1. То у нас здесь прям вот все... Все говорило о том, что нет сил для того, чтобы идти дальше вниз. Поэтому, конечно же, здесь можно было только рассматривать покупки. В принципе, я знаю, что вот Михаил даже писал, что он воспользовался здесь покупками. И даже на этом неплохо заработал. Ну, опять-таки, кто в Телеграм-чате есть, тот уже со всеми... Я думаю, все со всеми познакомились. И поэтому знаю, о ком я говорю. Ну, просто трейдер с нашего чата. Итак, что нам надо для того, чтобы покупать и для того, чтобы продавать данную валютную пару? В любом случае, я считаю, что необходимо завершить данную восходящую конструкцию. Почему? Потому что, если мы хотим с вами продать, то нам нужно завершить восходящий тренд. Если мы хотим с вами купить, то нам нужно получить повышение волнового уровня. Поэтому, для того, чтобы продавать валютную пару, получаем нисходящую волновую конструкцию. Вверх волна А, низ коррекция волна Б. И после этого продажи на пробитие волны А. Что это будет за продажа? В таком случае, мы предполагаем, что это движение вниз. Это волна А, соответственно, это движение вверх, это волна Б. И вниз волна АС, БС, ЦЦ. Очень такая, в принципе, простенькая получается у нас продажа. Вот она вниз. А, Б, АС, БЦ, ЦЦ. Соответственно, на нашем уровне, на ловушке для профи, вот он наш уровень. Мы его с вами нарисуем. 0,6724. Мы переводим сделку без убыток, фиксируем 1,2 прибыли. А, кстати, перевести без убыток даже можно будет на уровне 0,6770. Отличный уровень, на всякий случай, в принципе, можно. А здесь мы уже зафиксируем первую нашу прибыль. А для определения профита натягиваем фибу на предполагаемую волну А. И, соответственно, уровень 138,2 по фибоначчи. Давайте мы подвинем этот уровень. 0,6640 мы берем профит. Это для продажи. А для покупок просто рассматриваем переворот. Получаем эту нисходящую конструкцию. Но так получается, что мы не идем вниз, потому что мы попали на волну В. Такое тоже бывает. Ничего плохого нет. Соответственно, построили наклонный канал. И на формирование восходящей конструкции мы рассматриваем покупку. Волна А, волна В и волна С. Конечно же, волна А должна завершить нисходящее движение. Это важное условие, потому что мы же с вами торгуем только по тренду. Что это будет за покупка? Покупка на откате В. В таком случае мы предполагаем, что это движение вверх, это волна А. Трехволновка вниз, это волна В. И вверх А, Ц, Б, Ц, Ц. Если мы рассматриваем такую покупку, то обязательно на нашем максимуме 0,6892 мы переводим сделку без убыток. Фиксируем 1, 2 прибыли. А для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. Мы же предполагаем, что это вверх волна А, вниз будет коррекция В и вверх будет волна С. И, соответственно, цели... Ну вот смотрите, здесь цель или брать 123,6 и он же уровень, или 138,2, но выше уровня. Поэтому я думаю, что лучше все-таки брать уровень 0,6938. Ну или, может быть, даже сделать не так. Может быть, даже здесь перевести в без убыток, здесь взять первую цель, а дальше уже, например, 161,8 брать вторую цель. Тоже вот так можно обыграть эту ситуацию. Валютная пара, доллар, иена. Здесь на самом деле мы можем рассмотреть в том числе и продажи. Почему мы можем рассмотреть продажи? Давайте мы с вами разберемся. У нас есть восходящая конструкция. Восходящая конструкция уровня H12. И, соответственно, мы по ней построили наклонный канал. Мы видим, что наклонный канал был пробит. То есть первое условие о завершении этой конструкции у нас есть. То есть наклонный канал данной конструкции пробит. Это H4. А второй момент. Эта конструкция, скорее всего, должна быть усеченной. Да, вот видите, мы построили наклонный канал. И мы видим, точнее наклонный канал. Построили фибосетку, и мы видим, что не дошли до уровня 123.6. Вот он уровень 123.6. А цена находится немного ниже. То есть получается, что восходящая конструкция является усеченной. Это тоже сигнал о том, что, возможно, мы пойдем по этому общему движению. Соответственно, если мы перейдем на таймфрейм H1, то мы увидим, что вниз сформировалась, предположительно, волна A. Вверх волна B. И вниз, соответственно, может быть волна C. Следовательно, ниже уровня 110.20 мы с вами рассматриваем продажу. Точка входа на откате B по вот этому вот долгосрочному движению. Такому вот очень-очень долгосрочному движению. Но если мы рассматриваем с вами такую продажу, то вот у нас есть очень хороший зеркальный уровень 109.85. Здесь мы переводим сделку без убыток. Можно зафиксировать одну вторую. Цель 108.40. Ну и ниже, ниже, я не знаю, ниже навряд ли. Ниже навряд ли мы пойдем. Поэтому я, если буду здесь продавать, то 108.40 я все-таки буду фиксировать уже цель. И что нам надо для того, чтобы покупать? А покупки мы можем рассмотреть выше нашего максимума. Выше 110.63. Что это будут за покупки? Давайте с вами разберемся. Если мы рассматриваем такие покупки, то мы предполагаем, что это движение все вверх. Это волна А. Вниз коррекция волна B. Вверх волна АС. Вверх волна АС. Следовательно, выше 110.63 мы можем рассматривать с вами покупки. Почему 63? Чуть-чуть выше взял, потому что здесь у нас, видите, уровень образовался. Поэтому, чтобы мы за уровнем зашли в покупки. Если мы рассматриваем такую покупку, то на уровне 111 ровно, ловушка для профи, то есть наши вершины, мы переводим сделку без убыток, фиксируем одну-вторую прибыли. А для определения профита натягиваем фибосетку на все это восходящее движение. Мы же предполагаем, что это верх волна А. Вниз B. АС, Б, Ц, Ц, Ц. Натянули фибосетку. И наша цель уровень 138.2 по фибоначи. 112.10. Золото. По золоту не получилось. Ничего, что хотелось. Почему? Потому что мы, в принципе, находились во флейте. Мы ставили с вами отложенный ордер на покупку. Не было этого движения вверх. Но зато была отмена нашей покупки. После этого, видите, мы прошли чуть-чуть вверх. Опять вернулись туда же вниз. После этого пошли вверх. И сейчас мы отбились, кстати, от нашего максимума. То есть, на самом деле, если мы вот так вот посмотрим на график, то мы увидим, что есть все шансы пойти обратно вниз. Реально есть эти шансы. Давайте посмотрим на H4. Ну, вот видите, даже если посмотреть на H4, то у нас здесь явно формируется медвежье расхождение. Вот видите, у нас есть один максимум. Вот он, этот максимум на том же самом месте. И вот, что нам показывает индикатор весом осциллятора. Почему формируется? Потому что пока еще не сформировался медвежий столбегистограммы, а следовательно формируется. То есть, пока здесь нет никакого расхождения. Потому что, если мы сейчас пойдем вверх, то у нас будут бычьи-бычьи столбики. И они будут выше, чем эти. А следовательно, никакого расхождения и не будет. То есть, пока мы видим, что есть сигнал о том, что есть формирование. Следовательно, как вариант, можно отработать продажу на формировании нисходящей конструкции. Такая будет очень ранняя продажа, конечно. Ну вот, как вариант, я думаю, можно попробовать. Хотя, я не люблю ранние продажи, честно. Вот, наклонный канал я построил. Видите, кстати, мы ударились о нижнюю границу наклонного канала. Вот он, наклонный канал. Мы ударились и пошли вверх. Даже не знаю, как здесь ее продать. Потому что, с одной стороны, мы находимся в восходящем движении. С другой стороны, мы знаем, что у нас есть сильный уровень, который сдержал покупателей. И сейчас, в принципе, цена находится во флейте. Поэтому, очень сложно здесь строить, на самом деле, торговый план. У нас, кстати, тоже отличный уровень. Ниже 1315.28 на ретесте уровня можно будет рассмотреть продажи. Я вот так вот думаю. Так более безопасно. То есть, мы сейчас все-таки находимся в каком-то импульсе. Если обратно войдем в этот флейт, то можно будет отработать продажу от верхней границы флейта. И вплоть до нижней границы флейта 1302.86. Вот такая продажа возможна. Также, возможно, продажа на завершение всего восходящего движения. Очень даже неплохо может пройти вниз. Пробили наклонный канал, завершили конструкцию. После этого получили коррекцию. И после этого, соответственно, будет продажа. Продажа при усеченной волне С. Мы видим, что здесь явно усечен. Потому что мы просто ударились уровень 1325. Вот такая вот тоже, возможно, продажа. И мне она как-то нравится даже чуть-чуть больше. Ну и опять-таки, эта тоже продажа будет очень неплохая. Здесь выше. Выше можно рассмотреть как вариант, кто любит ранние точки входа. Дожидаемся медвежьего столбика гистограммы. На индикаторе авиасомоосциллятор. Таймфрейм H4. Вы поставите себе индикатор. У вас будет совершенно то же самое. Просто цвет будет другой. Дожидаемся медвежьего столбика гистограммы. И на пробитии сигнальной свечи продаем. И стоп-лосс за максимум. Просто отработка расхождения по элдеру. И все. То есть, здесь вот такая вот может быть простенькая отработка. И что нам надо для того, чтобы купить валютную пару? А для покупок необходимо получить нисходящую трехволновую конструкцию. Это обязательное условие. То есть, это может выглядеть как-то и вот так. Волна А, волна Б. И вниз, соответственно, волна С. Для чего нам нужна эта нисходящая трехволновая конструкция? Все очень просто. Нам нужно получить новые силы. И нам нужно, чтобы нам рынок дал возможность перевести сделку без убыток на максимум. Потому что мы видим, что здесь есть сильный уровень, от которого отбивается цена. А, следовательно, нам нужно суметь подстраховать свою сделку. Пробили наклонный канал, получили волну коррекции. И, соответственно, мы с вами покупаем точку входа на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это движение вверх, это волна А. Вниз трехволновка это Б. Вверх А, Ц, Б, Ц, Ц. Обязательно на уровне 1325 мы переводим сделку без убыток. Фиксируем одну вторую. Это обязательное условие. В принципе, почему мы хотим получить эту трехволновую конструкцию. Потому что если уровень сильный, и мы, например, сейчас здесь войдем в рынок, то у нас не будет расстояния, во-первых, до ловушки. А здесь, если мы войдем, то у нас уже какое-то появится расстояние. Но, опять-таки, если мы здесь не переведем сделку без убыток, а просто подумаем, да нет, пойдет вверх, а окажется, что просто уровень сдержит цену, и после этого пойдем вниз, и просто мы получим убыток. Поэтому получаем нисходящую трехволновую конструкцию, после этого рассматриваем покупку. Так, по Apple мы остановились. Продажа на завершении восходящей конструкции. То есть, ниже уровня 164 ровно. А вот с покупками, ну, опять-таки, покупки можно очертить. Вот у нас неплохой здесь будет уровень. Даже, наверное, вот давайте выше этого максимума. Выше 172.44 мы с вами покупаем. Стоп-лосс можно за зеркальный уровень 168.87. И первая цель 175.50. Это вот такая у нас будет внутридневная покупка. Возьмем первую цель, переведем второй без убыток. Будет сила у быков, отлично, хорошо, пойдем вверх. Нет, начнется флэйт, значит, вторая часть сделки у нас закроется по без убытку. Тоже ничего страшного в этом нет. А в фейсбук отбился от уровня 171.47. В принципе, мы не зря с вами его строили. Зеркальный уровень очень хороший. И, как мы видим, отлично он работает. Выше уровня 171.47 можно рассмотреть покупки. То есть, свеча четырехчасовая закрывается выше. Что нам даст какую-то уверенность в том, что действительно будет восходящее движение. Только после этого мы с вами рассматриваем покупки. А вот для того, чтобы рассматривать продажи, давайте окажемся ниже уровня 152.28. Опять-таки, это зеркальный уровень. Хороший зеркальный уровень. И уже ниже этого уровня можно будет рассмотреть продажи. Потому что сейчас мы просто можем между этими двумя уровнями находиться во флэйте и все. Сберегательный банк. Интересное сегодня движение. Мы открылись вверху. Открылись очень позитивно. Но опять-таки, открылись, потому что санкции против госбанков вроде бы как смягчаются. И на этом фоне, конечно же, ожидается рост акции. Рост акции Сбербанка. Поэтому выше 208.55 рассматриваем покупки. Стоп-лосс под уровень 201.70. Продажи я пока не рассматриваю. То есть, возможно, это снижение основано именно тем, что просто хотят зайти по более выгодной цене. Поэтому пока только покупки. Аэрофлот находится во флэйте. Покупки мы хотели рассматривать выше 104.77. Продажи ниже 130. В принципе, мы даже пробили данный уровень. Все то же самое остается. То есть, здесь менять, я думаю, ничего не стоит. Продажи ниже 130. Покупки выше 104.77. В принципе, получится отличный торговый план. Пока мы находимся во флэйте, здесь, конечно же, делать ничего не надо. И магнит. Опять-таки, я писал в торговом плане на прошлой неделе, который получают клиенты компании Grand Capital, что очень плохо отчитались. То есть, отчет магнита был негативный. И на фоне этого негативного отчета, конечно же, мы пошли вниз. В принципе, наш торговый план на продажу, он неплохо отработался. Две цели были взяты. То есть, здесь все нормально. Как мы сейчас торгуем магнит ниже 3.897, можно рассмотреть продажи. Как вариант. Но, опять-таки, продажи, наверное, лучше на каком-то ретесте. Просто дорого. Вообще, хочется, конечно, подняться вверх к уровню 3.998. И от него уже рассмотреть продажи, если мы не пробьем данный уровень. Ну, просто здесь у нас будет запас прочности. Поэтому, хочется подняться вверх. То есть, все-таки, если мы окажемся во флете, и мы сейчас здесь продадим, получится, что мы продадим на нижней границе флета, что совсем как-то неинтересно. Поэтому, ждем восходящего движения, и после этого рассматриваем, соответственно, продажи. А выше уровня 4, даже... Ну, да, да. Кстати, вот видите, у нас зеркальный уровень, отличный зеркальный уровень. 4.113.50. Выше данного уровня можно рассмотреть покупки. Если что-то начнется такое позитивное, то почему бы и нет. Я думаю, что можно смело рассматривать покупки. А вот уже на уровне 4.210 фиксировать первую прибыль. У меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то давайте я на них отвечу. Если нет вопросов, то предлагаю приступать к торговле. Отлично, вопросов нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Всего вам доброго и до новых вебинаров. Пока.